Это интересно покопать историю. Вы какие-нибудь песни знаете? Знаю, вот есть такая Хайна надо хайна на, Эйчиха шабриргэ, Экстезонал зараза, Эйда, цук, сахтинавнургэрэ. Вот такое вот. Манилер, да? Или же Айхазым хазым дьэхдан, Дьэзым сенэбэрш, Хорошее, да, верно, мона. Ой, баба, баба нахат мил варма мона, Папа, там, запахай. Папа замухой, чёх сайдер термана. Типа, много ба. Вот такие вот песни. А Чухотхоза делись в церковь? Да, да, Чухотхоза. Я как-то, эти песни, я думал, что сочиняют наши люди. Мне кажется, здесь давно было. Ахпаш Мария Юрьевна, она музыкант, знаменитая, она в Волновахе живёт. А дочка у неё очень известная певица, такая народная певица. Так она играла и пела. Я говорю, Мусенька, а где ты это всё? У него сама Юрочка сочиняют. А я думаю, ёлки, а потом постарше людей, у неё династия была. Вот такая, знаешь, у неё отец был знаменитый, вот таким носом, двухметровый он такой. Дядя Юра его звали, отец Юр. Он играл эти, свадьбы здесь. Он играл на саксофоне. Ну, не саксофоне. На колорнете. А его друг, Саксиева Нага, тот играл на этом. На скрипке. Ну, и на Бубане там друг их какой-то был. И они на свадьбе сидят вот так вот. Заходит пара, ну, такие красивые, молодые, пара молодые ребята заходят. Что жена, что красавцы, для двух друга. А сидит его дедушка. Это очень легендарный человек. Вот кто вам мог бы что рассказать. Этот человек, проживший. Он сидит и говорит, боже мой, такая красота неземная. Посмотри, пара пошла на свадьбу. Он говорит, в свадьбе такие. Он говорит, держу пари, сейчас эта девушка подойдет и поцелует меня. Ну, Магридская, на нашем языке, говорит. По-моему, она его первая, говорит. Никогда вы легче. В Свиндебуку, Безьян, Чарвар. И, короче говоря, подходит этот парень. Туда-сюда играл, играл над ними, на саксофоне играл. Вы меня извините. Ну, что-то, как встреча такая. Они разделены. Вы меня извините, пожалуйста. Я вам прошу прощения, говорит. Я хочу, говорит. Вы очень, говорит, похожи на мою маму, говорит. И вот так, говорит, слезы как бы утирают. Можно я вас, говорит. Один из молодости была моя мама вот такой красоты. Она говорит, конечно, можно. И сала и поцеловала его. Красиво играл, да? Я тебе поиграл, да? Я тебе поиграл. А вы не будете возникать на море? Да нет, что вы. Мы же на свадьбе. Ну, тактично. Взял один. Ну, ты что? Ёханый бабай, бах! А ты... Такие истории бывают тут на свадьбе. А Юрий Дмитриевич, он... Вот он, его любимый камень. Память никогда. Это он строил. Этих заборов тут ничего не было. Миша построил их тоже, родственники из Атамановых. Ну, а камень, я говорю, не троще его, ёпта, обойдите его. Это ж память. Человек сидел. На нём сидели легендарные люди. Такие ж такими официальными. Тут желикие такие. По тюрьме по 20 лет сидели. Они тоже сидели там. Татары такие. Короче говоря, его оставили. Он, когда подойдёшь ему, он... Сюда разговор у него... Он начитаннейший человек. Он читал. Вот такие у него вязкие журналы. Книг. Что всё... Какое страняло. Это был... Человек-информатор, понимаешь? Угу. Вот такое. И когда он уже... Уходишь с банкета. Вот у его родственника, тёти Юрия Дмитриевна сестры. Вот живёт соседка моя, Рейса Дмитриевна. Уже уходишь, ну, с праздника. Со свадьбы домой. На бровях, как раз. На бровях. Идёшь, идёшь, идёшь. А вот тут он, Юрий Дмитриевич, я не встречал. Я сколько раз не пил, столько раз приходилось. Всё освобождаться. Как римляне. Он мне говорит, ой, Юрочка, тёзка, мой дорогой. Куда ты уходишь? Сядь. Сядь по пару штук. Ну, а по пару штук, там по шесть штук ещё с ним. Ну, а уже... Уже... Крыслав надёшь. Даже не лезет. И вот вот с ним, как мы бабахнем, ёлки. Я прихожу домой только, а так лёг. Ууух, сейчас земля, а... На 30 дней люди встают, уже празднуют, а я ещё лежу. Не могу встать. Когда я 50 лет я отмечал, тоже так наржался. Но... Домой, конечно, довезли меня. А вообще, НЕ пьющие, понимаешь. Из себя пил её надо. Ну, я любого пьющего могу, чисто, он выпить там пять-ше 100-пят уходит. А я восемнадцать выпью и ещё не уходу. Когда целый день сидишь уже и жена потеряла счёт, к примеру. Она считает, сколько ты там пишешь. Так, ребята. Все, республики. Приятного аппетита, друзья.